ДНР Книгу учета военнопленных Около 3000 человек Вот я еду ее сканировать Других вариантов Откопировать ее таким образом Чтобы можно было разместить В ОБД мемориал К сожалению нет Поэтому Я взял с собой сканер Взял вот этот телефон Классно снимающий Как второй вариант Ну и И подъезжаю к границе Поедем сейчас по Пойме реки Меус Сейчас я буду пересекать Сам Меус Вот она табличка От Меуса почти ничего не осталось Так речка вонючка Три метра шириной Но долина Стала ареной кровопролитнейших боев Особенно Восточные склоны Его правого берега На который я сейчас Второе раз русло Меуса пересеку Буду подниматься Крутейший берег Вот именно эту долину Эту пойму Этот берег Наши штурмовали Как минимум три раза В сорок первом году осенью Позднее В июле В августе И в сентябре сорок третьего года Наконец-то прорвали Называемый немцами неприступным Вал Меусского фронта Вокруг Расстилаются поля Все здесь возделывается Пашется Сеется Любо дорого глянуть Ну вот поехали на подъем Только что промелькнул знак Рутизна подъема 6% Это много Все Забрался я на подъем Еще немного Километра 4 наверное Может меньше И я буду по гранпоста Вот долина Расстилается Меуса Вон она внизу Там были наши А здесь на верхотуре были гансы Поэтому взять не могли Но круто И все как на ладони Имея ввиду нашу сторону Вот эти приземистые сооружения Это есть Погранпост Успенка В центре кадра Ну все Я на границе Стою жду Паспортного контроля И досмотра Машины Ну 20 наверное это займет Видео здесь снимать нельзя Поэтому я сейчас выключу Видеорегистратор Естественно выключил Я прошел таможенный паспорт На контроль Все машину обшмонали По гранце С таможенниками Ну в общем правильно сделали Потому что у меня много чего зеленого Рации К рациям немножко прикопались Ну ножички посмотрели Ну все в порядке Сейчас стою перед границей ДНР Перед шлагбаумом Сейчас поеду Помутузили меня изрядно На досмотре Но в ДНР я въехал Соответственно Сейчас он впереди Через одну машину Саня Мальцев Который меня встречал Вот я сейчас за ним И поеду на Донецк В архив мы уже опоздали Поэтому мы поедем на Саурмогилу Сначала на мемориал знаменитый И так мы объехали Пограничный пост Успенка С другой стороны Едем параллельно Дороге по которой я въехал На Саурмогилу Сашка решил показать мне Этот мемориал Эту высоту здоровенную Которую наши штурмовали в 43-м А потом защищали в 2014-м От хохлов Поворачиваем на село Успенка Сейчас будем съезжать С того самого Мюзского Высокого правого берега В долину В долине само село Успенка Вот слева Вон Где виден как бы курганчик Холм на поле Там здоровенное эсэсовское кладбище Где немцы хоронили И там даже вон немцы мемориал поставили Уже естественно 90-е нулевые годы Где немцы хоронили вывозимых Убитых офицеров из Сталинграда Самолеты им вывозили А здесь на высоком берегу хоронили Для хохлов Донбасс Было и остается падчерицы Поэтому они сюда в дороги не вкладывали Ну а когда уже ДНР от них отделилась Естественно все про все Никаких средств не хватит Поэтому яма на яме Кочка на кочке Сейчас вот въехали в Успенку Так более-менее дорога ровная А между погранпостом и Успенкой Было у Хабиста В села было несколько братских могил Там вот школа была Ну как местные говорят Переносили Года не помнят Количество тоже не помнят Переносили сюда Изначально здесь не было Захоронений Это уже перенос после войны Ну как бы чисто документально числится Около трех тысяч человек Ну да Все заросло Ну трава покушена Ну трава покушена Это местные активисты комсомольцы Которые с кулаками еще в восемнадцатом году воевали здесь похоронены А вот это вот уже Сама Там мемориал Говорю Давай маленький памятник Тут сейчас вот в главах хоть администрации в Калиновке поменялся А то прошлый который был Давайте памятник снесем нахрен Чтоб его вообще не было Нет памятника Нет проблемы Ну сейчас Да Там на ремонт Слов нет Человек семнадцать по-моему лежит в Калиновке Работы не велось абсолютно никакой Толя дермайдер сидел Денежку бомбил себе У черных скупал останки Газель костей тысяча гривен Вот они здесь-то братки были в полях Полковые Дивизионные То есть захоронение частей Вот Они их выбивали И пофиг чьи Немцы наши Газель костей тысяча гривен Бизнесмены Бизнесмены Мать их за ногу Мы свернули на грунтовку в поле Слева Саур могила Здоровейнейший холм конечно Пуповина с которой все видно А справа от меня Поле неубранного подсолнечника Было перемирие То есть останавливали бои Есть в донесениях воинских частей Я встречал Официальное распоряжение Что с такого-то по такое время Боевые действия прекратить И заняться уборкой трупов Как своих так и немцев Соответственно у этого родника то же самое Да Возле этого родника Во все время Это была нейтралка И там вообще никто не стрелял То есть была такая Поочередно воду набирали Да Естественно Это было единственное место Когда вот наших выбили После первого наступления И говорит Стояло две брычки С убитыми лошадьми И они были груженными бойцами Нашими Видно то ли раненых хотели вывести И так они и погибли в этих брычках И лошади убитые И мы говорит Тут было две авиабомбы И говорит И лошадей И брычки Туда Вон Саур-могила Это высота 196.0 Вот здесь вот Второй курганчик И здесь три Вот там вот и косточки валяются Человеческие Здесь была братка Здесь были самые Жестные Саур-могила Вот она Называется танковое поле Мы подъезжаем к Саур-могиле Вот она слева Редактор субтитров А.Семкин Калапир Корректор А.Кулакова Сейчас нашел я бойца, то есть танковый экипаж, все три по имени Алексей, танк на ТМ, детонация БК, башню оторвало. Все думали, что погибли. А оказалось, на мною все банальнее. В том году я нашел одного из этих Алексеев, обгорелый, конечно, капитально, один 200 сразу, один умер в ожоговом, по 14-му году, да, по 14-му году, да там поле и стоит, и этот, блин, он живой, приезжал сюда, цветочки ложил, я же спрашиваю, а кто в могиле? Ну, кто, блин, шлемофоны горелые, забрали, тепло набрали. Оказывается, пацаны, секруя, блин. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok